Керна собирали конь С6, взяли пешку на Б4, делали. Теперь Керна собирали конь С6. Наверное плохую форму, это было успешно взять. Последовало Б5. Пока видите, я на фигуре не вошел в бой, так до конца не варил. Конь отступил на Б8. Теперь Б8 сыграли Е5. Прогнали этого коня, но он не уходит, правда, а черный сыграли 37. Почему такой ход возможно? Почему не забрать коня? Там затвердят. А нет, ты пока не ходил. Черный капотку коня сдали, а почему его не забрать? Скажи, короче, ферзь. Почему? Потому что если пойду в ферзь Е5, он играет Владимир. Правильно, у нас в Ферзь Е5 и играет Владимир. Поэтому черный вынужден присыпать конем, конь С7. Последовало Д4. Теперь пошли черный конь Д5, теперь С4 и конь Б6. В Ферзь Е5 пошли пешкой вперед. Что делать? Приходится обращаться. Здесь последовало Б6. В этой позиции черный сдаль. Вот определите, почему. Потому что, если так, то так. Ну, приходится не поддавать ноги, либо прыгнуть за пешку, а потом ходить. Ну, без пешки нельзя, да? Да. Потому что... Этой пешке нельзя без ладья? Ну, коня просто как-то. Можно пойти вроде бы по ферзелу. Да. Это туда пешку, что она... Да, два хода есть. В ладьясу, нет. Почему это плохо? В ладьяс убит А7. А7. На этот ход есть ладьяк А7. Да. Теперь нет другого хода, как Битлодью, иначе Газа Савин помилится, так? Да. Теперь выезжаете, что спешка проходит Ферзи, причем она нападает и сама прождествовать Ферзионом, и побить Танёва. А, коня. Поэтому, если как бы конь даже... От ступи все равно перка станет. Вот. Но, мне кажется, это еще не все. Черная игра... Ну, это же младец, но он не просто остался. А вот надо еще проверить один вариант. Есть же еще такое отступление. То, то, что он берет. Тогда, если берет. Ладья берет. Опять берет. Гранит. Взять. И поставить. Взять. Но теперь немножко другая ситуация. Черный шаг. Как ходить? Так же, что они спасаются. Висеть пешкой на 7, и они отыгрывают пешку, и все получается поровну. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Словно 2. Ну, словно 2, ладно, пешку. Какие предложения есть? Белым шагом. Значит, нужно что-то придумать хитрое, иначе просто... Уж конца прилить. Черные заберут те, что дайте. Правильно. Такой неожиданный гонку инцитрит. В чем идея? Ну, конечно. Если фермер берет за 3, то просто... Там же два следует. Перед подвоем, а потом пешка становится ферзионом, запирает коня. Большой материальный перец. Да, есть, кажется, такой ход. Он берет за 3. Задача берет. Тогда можно взять коня, поставить ферзиан. Здесь в белый лишний перец. Тут ничего поставить. Можно поставить ладью перед ногами. И перец. Белый, черный берет этого ферзя, а? Нет. Поменяем. Поменяем. Потом... А теперь... Мазок. Мазок. И теперь шаг. А. 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 Король дайте. Король дайте. Король дайте. Нет, теперь... Слово 2. Слово 2. Слово 2 просто. И что выясняется? Ну, просто, скорее всего, да... И все делятся с словами? Да. И не конеч. Ферзи, если вы эти слова защитите, то просто берется конь, и у черных, у меня что остается? Лишняя фигура. Раз, два, три. А у черных раз, два. Просто в конце концов остается лишняя фигура. Поэтому черная заяц. Просто смешно, что в этой позиции черные заяц. Такие партии бывают. То есть, черные не... Белые не сделали ни одного фигуры, и тем не менее выиграли. Вот такая смешная ситуация. Если вы помните, мы до сих пор смотрели партии, которые начинали с ходом 2-2-4. То есть, получается, открытые дебюты, и попал бы открытые. Но, если вы думаете, что не бывает партии быстро, когда играют белые D4, то ошибаетесь. У нас был известный шахматистик, который был особен в Париже. Это самая известная короткая партия, когда-либо сыгранная мастерами. Белые сыграли D4. Черные кони В6. Белые кони Д2. Е5. Черные пожертвовали Плешку. С тем, чтобы ее после ТЕ, чтобы ее отыграть. То есть, сыграли поменьше H4. И белые решили отогнать коня. Сыграли H3. И, оказывается, Шестко сразу проигрывали. Из-за чего? Что? Из-за H4. Ну, это сразу отогнать. Из-за H4 просто можно на H3 пойти. Тогнать обязательно еще страшно. Каким образом начинает болеть и болеть ход? Кто скажет? Вадим? Да. Может быть? Вадим? Так. Всем правильно. Вот сильный шахматист сделан такой ход. А что здесь нужно делать? Вадим? Вадим? Вадим! 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 А тогда что следует? А тогда уже как раз похоже на нашу матпометр двухходовую матку. Когда Белый ослабляет позицию 3, играет. А Превская А? Ну, К3 в ноже ссиграем, но все равно мат. То есть, поэтому после коньи 3, после коньи 3, просто в этой позиции Белый сдались. Вот это самая короткая партия мастеров, таких сильных шахматистов. Но он завел в ход коньи 3. С какой-то ход коньи 3. Четвертый ход. Самая короткая партия, потому что вообще во всей шахматистовый, двух сильных шахматистов. Добрый невелик, либо от Федерии его было хизма. Но эта партия, конечно, в церкви не очень известная шахматистами. А вот теперь, рассадь по лицу, посмотрим, что примерно такая ситуация возникает, оказывается, и в партии сильных шахматистов. На такую идею надо помнить, что здесь опять в поляне 6, не 3. Основнение очень важно. Значит, было так. Надо Георгию, два шахматистов, это в сильном туннеле в Ленинаресе. Оба краснестера. Е4, Е4, и мы начинаем. С6. Вот какой-нибудь каракан. Теперь Д4. Д5. Конь С3. ДЕ. Конь Е4. Конь Д7. Конь Ж5. И здесь белая, и здесь в черную тоже решили прогнать коня. И как сыграли? Пешка. А6. И что вы заняли? Конь Е6. Все правильно. Здесь, правда, еще не все, потому что здесь еще... Видите, что это за ману, правильно? Ну, здесь все-таки краснестер играли, а по, конечно, такой фундизору. Но выясняется, что ферзе некуда делаться. Почему некуда? Ферзе 5 шах. Ферзе 5 шах. Слон Д2. Ну, да, слон Д2. Ферзе 6. Слон Д3 поставили. Вот. И вот здесь черную добавили... Значит, что здесь делалось? Ферзе 6. Конь Е8. Ну, да, потому что... Иначе просто плохая позиция, как все очень неприятная. Мы же забрали коня. Здесь, конечно, черную не с другой манков. Ферзе 6. Ферзе 6. Ферзе 6. Ферзе 6. Ферзе 6. Ферзе 6. Ферзе 8. Ферзе 6. И теперь что? Слон, может быть. Нет, это ничего не дает. Какой здесь ход выигрывает? Вот такой, да. Слон на 5. Понятно? А? Ферзе 6. Видите, как красиво. То есть сначала Луфе было пожертвовано на Е6, а потом теперь выиграет Ферзе на связке. Это Ферзь связанная. Деваться ее коснул, держится Ферзе. Но первый ход был по Е6, то есть это как бы развитие предыдущей идеи. Предыдущей партии такой не три и все, белый сзади. У тебя относительно скитение было. Черная отдали коня, потом дали шат, разбились и получился на 5. Красивый конец. Да. Красивый, неожиданный конец. Такую ошибку, как вот сейчас в этой партии, с просмотров ходу по Е6, совершил не больше, не меньше, как сам Каспаров. Причем играл не человеком, а с компьютером. Это он сыграл в матче с Демблю, такая программа мавиканская. И это был первый матч, который чемпионом мира по шахматам среди людей проиграл чемпионом мира среди компьютеров. И вот то, что мы сейчас посмотрим, это была чистая решающая партия, и Каспаров ее проиграл, и проиграл матч. Демблю, белый играл, комплекты только больше американских, а черный играл Каспаров, а то в Нью-Йорке сравнительно не дал, в 1998 году, то есть 15 лет назад. Д4-56 дебют, то же самое, кстати. Д4, Д5, конь С3, ну, Д4, ДЕ, конь Е4, конь Д7, конь G5. То есть похоже на предыдущую партию, видите, здесь белые, на самом деле, Е6 играется, что-то делается. Ну, конечно, Е6 так просто, Каспаров, конечно, не зеленят простой ход, поэтому здесь все, когда-то, что-то хитрее. Черные сыграли конь Ж, Ф6. Почему я говорю конь Ж, Ф6? Почему? Потому что на Ф6 волны пойти два коня. Есть с поля Д7, и с поля Ж8, поэтому, когда есть конь Ф6, на данном случае, вообще-то мы пользуемся краткой на датацию, то есть, мы не говорим полностью, там, конь Ж8, Ф6, мы все время говорим о коне Ф3, с лодацией, 4, то есть краткая на датацию. Но полная на датацию используется, если недостаточно бывает краткая, в данном случае сказать конь Ф6 недостаточно, потому что на Ф6 две возможности, поэтому мы говорим конь Ж и Ф6. Конь Ф7. Теперь белые сыграя слон Д3, здесь я опять пользуюсь краткой нотацией, потому что на Д3 может только один слон пойти. Слон Д3. Каспарусу дал Е6. Кстати, он в этот момент был еще чемпионом мира, потому что сейчас он уже есть чемпионом мира, тогда он был чемпионом мира Е6. Белые сыграли конь Ф3. Здесь какой конь пошел Д3? Как правильно сказать, а? Конь Ж1 и Ф3. А если кратко сказать? Так конь Ф3. Конь Ф3 непонятно, как он говорит. Конь Ж1 и Ф3 тоже сказать неправильно, потому что оба коня стоят на линии Ж. Конь Ф1 и Ф3. Да, поэтому правильно здесь назвать номер Гризандеры. Конь 1 и Ф3. Вот мы тоже так. Тогда мы пользуемся краткой на сайте. Конь 1 и Ф3. И здесь, в принципе, в теории здесь просто вон Д6. Ну и там примерно равная игра. Потом черный рапируется. Ну вот такая сложная игра. Типичная поиска, значит, каракан. Но Каспаров сыграл здесь аж 6. Это ошибка? Это ошибка. Причем он не верил, что это зваляя черным, белым, как Каспаров, пожертвовать коня и получить агрокус сильнейшую атаку. Белые сдали конем на Е6. Жертву коня. То есть, а коня слаблено белые поля. Здесь, конечно, мат не дается. Но с другой стороны, как ходить? Это ФЕ. На ФЕ следует снова же 6 шаг. И белые... Е7. Белые... Каспаров отказался от этого, потому что бывают центры. ФЕС Е7. И хорошо мало. Поэтому... Но всегда ФЕС Е7, да. Все равно. Кажется, что выигрываете фигуру. И причем черные даже корольные срывают центры. Но последовало 0-0. И теперь все равно пошло... Пошли еще нет Е. Выходы нет. Череземные нельзя. Потому что он с Я7. Здесь последовало слон Ж6 шаг. Нет, слон Ж6 было. Сторон Ж6 шаг. Второй Д8. Слон Ф4. И белые раздельные грузовую атаку. В отличие от предыдущих, к примеру, там совсем были в простых случаях, когда белые просто выигрывали не легко. А здесь грустная атака. Черные сыграли в В5. У тебя Александр Афеев Иванович это сделает. Последовало А4. Слон Б7. Водя Е1. Ну, по-прежнему белок не в фигуре, но у черных все равно шансов очень важный. Король засял в центре. Ничего хорошего не спеть. Конь Д5. Конь Д5. Напали на Слон Б3. Белые расцепили слону. То есть, от напали на А4. Белые расцепили ДЖ3. Камень С8. Куда это идти, но особенно некуда. Последовало раздельные грузовую. Это Б5. АВ. СВ. Белые сыграли. Ферзь Д3. Напали на Б5. Черные сыграли Слон С6. Д4. Здесь последовало Слон С5. Белые использовали, чтобы мешка Е6 связана. Слон С5. То есть, это Белые развивают атаку без фигуры. Слон С5. Здесь черные. Космарок решил отдать Ферзя. По НБ4 тоже. Так все тут плохо. Но он отдал Ферзя. И после ЕФ. Черные дяди. Белые слона. Слон В3. Слон в Д3. Слон В3. Слон В3. Белыеtim С4. Космарок решил отдать В3. И если... Строго говоря, здесь материального перевеса в белых нет, черных ладья и легкая фигура за ферзя, в принципе, это материальное равенство. А Каспаров будет понимать, что для его электронного партнера это название смешное, потому что у него есть разбор. Например, такой возможный вариант, он по 4, но это он уже не стал делать, он сдался. Мы можем доиграть партнера, когда она могла продолжаться, ПБ4, ПБ5, 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 ПБ7 висит, ПБ4 висит, Владянец вошла в груду и так далее. Ну, он сдался вчера. Так что, опять-таки, но реализовал для чего? Из-за того, что допустил вход к вам Бельгишейсу.